для тех кто наши зрители ли кто только зашел на канал что продолжайте присылать ваш материал ваши видео фотографии с вашими находками обязательно те кто присылают первый раз ну хотя бы ваше имя и из какого города и за сколько была куплена вещь возможно какой фирмы если это не видно присылайте видео нашего цап и ирина наталья указаны под видео в описании и еще такой нюанс не обращайте внимание что мы сразу не будем открывать ваши видео и благодарить вас за тот материал который вы прислали причина в этом в том что нам очень тяжело потом понять что от кого приходят это все сохраняется в галерее и мы не понимаем от кого материал и поэтому материал мы будем ваш открывать именно уже непосредственно перед тем как будем начинать монтировать видео так нам будет легче никого не обидеть никого не пропустить не перепутать имена города и так далее надеюсь на ваше понимание что вы в любом случае все равно будете присылать ваш материал потому что многим эта рубрика нравится она действительно очень интересная ну а теперь давайте смотреть обзор наших находок из секонд-хенда и в принципе это видео наверное больше будет как влог из примерочной чаек кофеек начинаем сейчас нахожусь в одной из двух недельных хумана привоз нашла очень интересную куртку необычно было то что у нас цены все по 5 евро на вещи но куртка это стоило 20 евро был натуральный мех пони и сама куртка была шерстяная очень интересная модель модель была очень качественная но интересно почему такие цены и вторая куртка была она была двухсторонняя ее можно было навестить наружу мехом и тогда просто рукава были без меха или вовнутрь мехом и эта куртка тоже стоила 30 евро хотя в этот день у нас вещи стоят все от 5 и обувь сумками до 6 евро то есть первые звоночки что двухнедельные хумана у нас тоже понемножку начинают дорожать по-другому общем то это объяснить нельзя следующая для примерки взяла пальто итальянское она мне понравилось хотя искусственный мех саму пальто шерстяное вот такие показываю ботинки они тоже внутри полностью рыжая кожа снаружи красная замша в результате я их купила они стоили 6 евро очень удобные очень легкие практичные я уже их носила и могу сказать что данной покупкой более чем довольно тем более состояние у них было тоже достаточно очень хорошая единственно что каждый за замшевые обуви придется ухаживать взяла для примерки длинную рубашку такого строгого достаточно покрою платье и так на мне пальто села хорошо мне конечно нравится что она застегивалась под горло то что имела капюшон потому что это удобно не всегда хочется носить шапку даже когда это зима и если ты просто там выходишь на улицу с машины с помещения то просто накинул сверху капюшон и в общем ты пошел тебе удобно то есть со стороны для меня как человека который постоянно за рулем эта вещь выглядела достаточно практично но она была уже там поношена поэтому я ее оставила в магазине чтобы она ждала свою как говорится хозяйку надо сказать что в эти две недели у нас очень слабые были завозы поэтому как-то с находками было сложно сейчас я мерю рубашку она длинная можно ее можно под поясок носить и как платье в летнее время и могу сказать что наверное в гардеробе таких вещей никогда не бывает много потому что они практичные они очень удобны также вискоза очень приятная к телу с длинным рукавом она такая знаете как рябенькая такая была в черно-белом тоне то есть практически с джинсами с брюками просто с лиггинсами смело можно носить и в общем то чувствует себя вполне счастливой в такой вещи если учитывать что она стоила 5 евро я считаю что недорого я такие вещи тоже на самом деле очень люблю платье производства турции тоже стоило 5 евро она мне очень понравилась но к сожалению оно не было великовато в том числе и достаточно был длинный и большой рукав но мне очень понравился воротник не очень понравилось отворот на рукавах платья и вы знаете она простое но при этом такой очень изящная то есть изящество именно в простоте этого платья но я долго думала и ничего не придумал все таки я пришлось его оставить покупать я его не стала потому что когда тебе висят рукава в общем то ничего красивого нет а смысл брать его и переделывать я не вижу потому что когда ты постоянно ходишь по секунд хендом тебе очень часто попадаются красивые интересные вещи ну понравилось так конечно пишите свое мнение возможно у вас хотя и не любитель таких ярких каких-то вещей вязаных трикотажных но все-таки решила померить потому что очень красиво сочетание цветов красивые вязаные такой знаете орнамент это фирма call сербия такая вещь чувствуется очень качественно и в ней тоже что то есть согласитесь и яркая но при этом достаточно не такой яркий пестрый вверх и вниз кардиган уходит яркими цветами и в принципе с джинсами такие вещи выигрышно всегда смотрятся почему нет правда пишите ваше мнение потому что но в принципе такие вещи как-то особо не ношу ну конечно надо отгладить в остальном длина он очень хорошо сел по фигуре интересная вещь на самом деле это уже пуховик от фирмы гс он стоит 20 евро сегодня ну могу честно сказать чисто свое такое мнение предыдущая розовая куртка может быть от менее именитой фирмы не за 10 евро понравилось куда больше чем скажем это гэс который стоит 20 евро хотя и тот это 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 куртка это пуховики очень тонкие очень удобные принципе если нужна вещь то обе вещи в хорошем состоянии просто наверно мне как больше понравилась розовая то есть мне больше понравилось как розовая стёга в отличие от от газ каждого свое мнение у каждого у каждого свой вкус сейчас взяла на примерку еще одну такую куртку она пуховичок тоненький самое наверное в ней хорошая это то что нужно капюшок застегнуть под горло то есть не обязательно под горло что-то надевает да то есть цвет розовый состояние идеальная стоит 10 метров такой пуховичок но у меня уже подобные вещи есть здесь на что конечно она может быть розовый цвет немножко привлекает и что для моего роста очень важно конечно длина рукава а здесь она просто идеальная и там еще есть манжет который тоже очень конечно удобно а а еще попалась вот такая удивительная лисья шуба которая висела среди дубленок шубка уже достаточно поношена но все-таки это лисичкой когда-то такая шуба наверно была мечта практически любой женщины мы хотели иметь норковые шубы мы хотели иметь лисье шубы и ну и конечно дубленки но уже старых моделей знаете это из те дубленок которые очень тяжелые непрактичные неудобные хотя они из натурального кожи из натурального меха жилетка которая сейчас там стоит 13 из кролика который в общем-то вся уже такая поношенная мутоновая шубка на такие вещи мне удалось посмотреть на этих секундхендер и вот последняя такая находка мы это от юга босс и стопроцентной лайковой кожи топ я его брать не буду потому что такой в гардеробе я не знаю куда внедрять я просто не ношу такие вещи тем более мне неправильно сели вытачки то есть это явно не мой размер не мой рост ну просто показать вам стоит он сегодня 8 евро состояние одном нулевой вещи непонятная планция ведь он здесь собирается под горло как сарафан так вот вообще ты при этом шерстяная ткань интересный фасон не знаю что с таким делать фасон и наверно но все-таки на беременную на какую-нибудь спортивный костюм весь костюм стоит 6 евро с лампасами подпишем за очень такой поди как вы знаете такой комфортный скажем еще час одну пальто взяла шерсть кашемер хорошая длинная начинает продать длинная длинная ну а свадьбы мне понравились длинная свадьба мне понравилась я вот тоже сначала хотела потом перебомила все красиво замечательно я не продумываю сейчас привоз нашла смотрите такой на себя пальто три четверти рука широкий пояс ну она уже такой поношено так интересно разрезе здесь сделано на подклопке что как-то вот так пояс надо ну застегнешь ну хорошо хорошо 12 евро стоит тебе даже и видишь мерить не надо стоять я говорю стоять не надо за одной вещь зашла сейчас в бардан и нашла откос вот такой шерстяной топ эти сорок четвертого размера три четверти рукав за евро восемьдесят пять хорошая вещь в хорошем состоянии и так же откос нашла широкие такие брюки размера м брюки 242 вы знаете это м к они где-то будут все таки на такой интересный комплект от фирмы коз в принципе за 4 евро практически две вещи а Продолжение следует...